Приветствую каждого игрока от овощей и статистов на моем канале, с вами Зав. И давайте же сегодня оценим, что же нас скоро ждет в игре. Разработчики вчера выкатили два ролика, потому что нас ждет в игре для ру-региона и для евро-региона. И собственно говоря, на основании этих роликов давайте сделаем выводы, что же такого приятного нас ждет в нашей замечательной игре. Начнем мы, как полагается, с ролика по ру-региону, посмотрим, что в нем нам покажут, посмотрим, стоит ли этого ждать, ну и в конце подведем итоги. Действительно ли интересные какие-то там обновления, дополнения и все такое нас ждут в будущем. Давайте, поехали. Начинается все с какого-то вообще непонятного кадра, какая-то гусеница, что-то непонятное. Ну, давайте я вам сейчас все-таки скажу, что это такое, плюс вот этот глаз какой-то, глаз соурона. Это у нас новая ПТ-САУ, которая будет в боевом пропуске. Новая ПТ-САУ, не знаю, как она будет называться, но в общем-то это АРЛ. АРЛ В-39. Честно говоря, я удивлен тому, что разработчики уже третий боевой пропуск подряд, третий подряд реально, был изначально Пань Лун, это китайская ПТ-шка, то есть переделанная китайская ПТ-шка. Дальше у нас был Эпсилон, ну вернее он сейчас есть, еще его не все даже получили, но тем не менее, Эпсилон, это у нас переделанный Носхорн. Ну и вот, пожалуйста, переделанный АРЛ. Но с АРЛом не все так просто, там есть некоторые различия, особенно с Еврорегионом, я вам потом попозже чуть покажу это. Ладно, едем дальше. Танки в новом визуальном качестве. Ну здесь хотя бы все понятно. То есть три танка переводят в новое ПБР качество. Это у нас СУ-130ПМ, это у нас Шеридан и это у нас КВ-1. Как ни странно, КВ-1 решили перевести в ПБР качество. Обычно они переводят какой-нибудь первый уровень, но в этот раз решили перевести пятерку. Видимо, первые уровни закончились. Я, честно говоря, не следил, но скорее всего все первые уровни у нас уже в ПБР качестве. Вот они и решили, что КВ-1 достоин того, чтобы быть в ПБР качестве. Ну, в целом танки выглядят сочно. Не знаю, как они будут танковать, меня очень интересует особенно СУ-130ПМ, потому что если они сделают ей какую-то модельку, которая танковать перестанет, а она танкует, действительно танкует при всем том, что она полный картон, то это будет грустно. Касательно Шерика вообще ничего не понятно, потому что Шеридан, он всегда танковал неизвестно чем. И вот сейчас тоже в ПБР модели все может измениться, все может очень резко измениться. Жаль, что у игроков на РУ-регионе нет доступа к открытому тесту, потому что очень хотелось бы посмотреть, как вот эти танки изменятся после перевода в ПБР модель. Но, кстати, если говорить про КВ-1, то скорее всего он будет танковать, потому что обычно танки вот такие, бронированные, они становятся только лучше. Пару легендарных камуфляжей на Т110Е3 и Т110Е4. На мой взгляд, выглядит как-то блекло, то есть могли сделать лучше, однозначно могли сделать лучше. Суховато как-то выглядит. Нет, они в принципе-то вполне гармонично смотрятся. Очень понравятся тем, кто любит исторические камуфляжи, то есть тем, кто не любит вот эту всякую вычурную ересь, типа Монстр Эва, динозавров вот этих, вон спинозавр катается на этот СТБ. Это, конечно, прям жесть. Для этих ребят, конечно, камуфляжи будут выглядеть годно. Но, на мой взгляд, чего-то им все-таки не хватает. То есть они их сделали, конечно, красивыми, историчными, но вот могли сделать получше. Может быть, когда-нибудь что-то другое появится. Узнаете этого парня? Давайте еще раз на него посмотрим. Это у нас Type 62. Да, Type 62 наконец-то получит свой легендарный камуфляж. Я не знаю, честно говоря, почему именно на танк 7 уровня они решили сделать легендарный камуфляж, но выглядит вполне себе эпично. Жаль, что они еще дополнительно не решили перевести его в PBR качество. Мне кажется, раз уж сделали легендарный камуфляж, что сделайте и сразу PBR качество для танка. Почему бы и нет? Окей. Танки в игре. Давайте посмотрим, что же за танки у нас появятся в игре. Это у нас товарищи АМХ Альтпрота. АМХ-30. Альтпрота АМХ-30, как-то так он называется. СТ-шка. Само собой, французская СТ-шка. Вроде как будет подвижная. Вроде как будет довольно точная. Но не особо ДПМная. То есть надо подождать, пока он выйдет. Посмотрим, какие показатели у него будут в реальности. И тогда уже будем судить, хорошая эта машинка или нет. А вот следующий танк, который нам покажут, это ТЛ-7-120. Как раз таки тот танк, который вышел у нас сегодня. Арахнит в легендарном камуфляже. Про него уже можно точно говорить, что он будет более-менее ДПМным, что он будет на 9 уровне, что у него будет адекватная альфа для девятки. И он будет очень похож на М-103. Касательно бронирования, разработчики сказали, что у него прям шикарное бронирование. Но судя по всему, на самом деле все будет не так радужно. Мне показали ролики, в которых его пробивали только так. Так что посмотрим, как он будет играться на самом деле. И понадеемся на то, что первое впечатление, оно обманчивое и танк на самом деле годный. Игровые события. Что же нас ждет? Вот такое вот игровое событие, как обычно, с двумя цепочками. Верхняя цепочка донатная. Так что можете не рассчитывать, что вы сможете забрать что-то с верхней цепочки без использования кошелька. Кстати, новый фон профиля на 10 этапе. Скорее всего будет стоить дохренище. Там 1030 минимум. 1030 рублей. Нижняя цепочка, я думаю, что будет бесплатной. В нижней цепочке что мы имеем? Пару камуфляжей. Ну там, три камуфляжа, да? Какой-то непонятный аватар. Все, кстати, сделано в стиле киберпанка. Обратите внимание, как все сзади выглядит. Скорее всего фон профиля тоже будет в стиле киберпанка, потому что его здесь, к сожалению, не покажут. Но вот здесь вот на задней стенке, в принципе, можно обратить внимание, что девочка с фона профиля присутствует. Также в бесплатной дорожке нам дадут один мистический контейнер. Ну, в принципе, тоже неплохо. 5х5, так вполне себе тоже годно. И под финалочку нам дадут аж целый танчик. Называется он High Score. Его уже раздавали как-то раз. В принципе, здесь мы его, скорее всего, сможем получить абсолютно без проблем. То есть, я не думаю, что нужно будет прям супер сильно затрачивать вот на эту полосочку. Он будет стоить 500 золота, если он у вас уже, конечно, имеется. Так что, по большому счету, здесь в конце просто 500 золота. Еще хочу один маленький нюанс сказать касательно верхней полоски. Вот здесь вот есть вот этот билетик. Билетик это как раз-таки билет на танк. И три танка нам предлагают получить по этому билетику. Тут, конечно, рассмотреть сложно некоторые танки. Ну, по крайней мере, я вот не совсем понимаю, что вот это за танк. Но зато вот эти два танка я вроде как узнаю. Это у нас какой-то из АМХов. Это у нас Йох. Йох-4, скорее всего. Касательно этого танка, ну, тут опять-таки сложно сказать. Можете написать в комментариях, что это за танк. Просто я не совсем понимаю. В общем, вот этот билетик, он будет давать возможность забрать один из этих танков абсолютно бесплатно. Может быть, в ролике ВГ мы увидим, что это за танки более отчетливо. И тогда я уже точно скажу, что это они. Окей, с этим ивентом разобрались, едем дальше. Здесь нам показывают Т-26 Игл-7. Почему Т-26 Игл-7 попал вообще в этот ролик? Еще и касательно игровых событий. Все очень просто. Будет какой-то приказ. На стриме ВГ Артика и Анатортик, насколько я понял, подтвердили, что будет приказ на Игл-7 на урон. То есть нужно будет порядка 260 тысяч урона нанести. И тогда вы получаете Игл-7. Ну, если действительно все будет примерно так, то это будет очень легко. Берем какие-нибудь десятки, катаемся спокойненько. Делаем по 3-4 тысячи урона. Ну, может быть, по 2 тысячи урона. Ну, где-то порядка 100 боев. И Игл-7 у нас в кармане. Если будет какой-нибудь режим, когда будет Игл-7, особенно если это будет Биг Босс, то Игла-7 будет забрать проще пареные репы. Ну, посмотрим, как это будет. Будет неизвестно еще, когда будет этот приказ. Новые камуфляжи. Просто какие-то новые камуфляжи. Это не легендарные камуфляжи. Это просто обычные камуфляжи. Не знаю, где они их положат. Может быть, это будут какие-то ивенты. Может быть, они просто в боевой пропуск их закинут. Бог его знает. И следующий боевой пропуск. Ну, давайте посмотрим, что же у нас будет в следующем боевом пропуске. И вот этот танк, который был в самом начале, его показывают еще раз в следующем боевом пропуске. И, как я и сказал, будет ARL V39. Ну, в принципе, выглядит, конечно, он не очень. Мягко говоря, не очень. Как только я вам покажу, как он выглядит на Евросервере, вы офигеете. Окей, с этим роликом мы закончили. Дальше тут ничего нету. Переходим на ролик VG. Посмотрим, что же VG нам анонсировали. Там все, правда, по-английски, но это не важно. Североамериканский сервер. Видимо, это количество игроков там крутится. Европейский сервер. Тоже, видимо, количество игроков тут крутится. APAC это у нас китайский сервер. Ну, в смысле, относительно китайский. Он там азиатский вроде называется. Вот тоже количество игроков здесь крутится. Общее количество игроков, видимо, здесь крутится. Ну, я так понимаю. То есть, где-то порядка 60 тысяч на Европе играет. 40 тысяч у нас играет на азиатском сервере. И на североамериканском порядка 37 тысяч. То есть, порядка 150 тысяч игроков играет у нас на европейских серверах. Ну, условно европейских Мы его будем называть Еврорегион То есть, так более понятно Дальше, смотрите, показывают X3 Я подозреваю, что это будет какое-то событие Когда у нас будут просто бесплатные X3 После X3 показывают Мэтт Геймс Вот, можете обратить здесь Мэтт Геймс, да? Внимание Следующее событие, получается, будет Мэтт Геймс Дальше, событие на CS52 Лиз Видимо, можно будет опять зафармить CS52 Лиз Скорее всего, это будет событие на скиллуху То бишь, надо будет наносить какое-то определенное количество урона Среднего, да? За определенное количество боев Такой ивент уже был Его, видимо, решили повторить Чтобы ребята, которые не получили CS52 Лиз Смогли его получить Дальше, событие на X4 То есть, что-то такое более грандиозное Может быть, это будет День Рождения Блица Может быть, еще что-то Может быть, майские какие-то праздники Бог его знает Ну и под конец у нас есть Биг Босс Откуда будет начинаться, тоже непонятно Потому что, если смотреть наоборот То все должно начинаться с Биг Босса Потом X4, потом CS52 Лиз Ну, как бы, как деревце идет То есть, в нашу сторону Но, может быть, будет и в обратную сторону Пока что, точно говорить не приходится К сожалению Окей Касательно Биг Босса Посмотрите на эту бабаху Вот это реально Биг Босс Тут еще музыка такая эпичная Но я не могу ее включить Потому что YouTube может немножечко меня ограничить Боже, какой красивый камуфляж на бабаху Я, знаете, люблю Звездные войны Действительно, люблю Звездные войны Это интересная франшиза Я, правда, последние фильмы не смотрел То есть, мне нравятся вот именно каноничные 6 эпизодов Там 4, 5, 6 1, 2, 3 Вот это самая тема И очень уж похоже Вот это бабаха на Звезду Смерти То есть, тоже лучи собираются в одной точке И потом она вжухает И уничтожает Просто изничтожает Красотей Ну, а саму бабаху Никому не рекомендую качать Никому не рекомендую на ней кататься Бабаха это зло Бабаха это отвратительный аппарат Который не приносит никакого удовольствия никому Кроме того, кто на нем катает И то это 7-минутное удовольствие От того, что вы делаете один вжух Потом вы просто страдаете Про бабаху можно снимать отдельное видео И оно, наверное, скоро появится у нас на канале Опять показывают легендарные камуфляжи На Т110Е4 и Т110Е3 Ну, здесь они выглядят, конечно, уже посочнее Как бы, вроде не так блекло Но все равно, мне кажется Могли сделать лучше Могли сделать лучше Могли больше чего-то там наварить Могли сделать красивее Есть у нас примеры Допустим, на гриля Вот тот же камуфляж Он выглядит как-то, ну, более эпично Он реально меняет внешний вид гриля А здесь, ну, как-то, не знаю Танки остались танками Легендарного в них я ничего не вижу Немножко нам показывают Тайпа 62-го Посмотрите на этого красавчика Не, ну, в принципе, тот камуфляж Который они сделали для Тайпа 62-го Он идеально вписывается на Тайпе Опять-таки, Тайп 62-я машинка уже бывалая Он уже не первый, не второй год у нас в игре И, в принципе, камуфляж, наверное, заслужил Но танк 7-го уровня Это все-таки, ну, странное решение Обычно камуфляжи делают Ну, хотя бы на танке 8-го уровня Не знаю, уж кто-то будет покупать Не будет покупать на танк 7-го уровня Этот камуфляж Но, тем не менее, вот такой вот он есть Показывают игровое событие Опять-таки, то же самое событие Которое мы рассматривали до этого Но немножко под другим ракурсом И танки все-таки здесь не видны Хотя нет, вот теперь я понимаю Это реально СТГ Это СТГ То бишь, будет выбор между СТГ Такое ощущение, что это 7-ка То есть, это АМХ 7-го уровня Либо это АМХ Дефендер Что-то, честно говоря, я тоже не понимаю Можете опять-таки написать в комментариях Что вот это за танк АМХ Дефендер Или АМХ 7-го уровня Шестизарядный который 13-57 Но если это 13-57 То это очень странное решение Потому что кто в здравом уме Будет брать танк 7-го уровня Когда есть возможность взять какую-нибудь 8-ку Причем довольно годную 8-ку Например, того же Йоха 4-го Мне кажется, он будет на порядок лучше Чем АМХ Дефендер Или даже АМХ 13-57 Если это, конечно, он Но вроде Дефендер Все-таки больше на Дефендера похож Ну и СТГ это тоже кусок говна Я не знаю, кто его будет брать Особенно влив вот такое нереальное количество денег Которое мы еще не знаем Но думаю, вскоре узнаем Окей Показывают, как переделывают в PBR модель Несколько танков Ну опять-таки СУ-130ПМ Шеридан И КВ-1 Давайте посмотрим Тут ничего такого уж прям запредельного нет Выглядит довольно красиво, конечно, парни И вот у нас С боевого пропуска на Евросервере Вот такой вот Танчеус Это тоже АРЛ В-39 Но выполнен он абсолютно по-другому Вы только посмотрите на эту феноменальную разницу Я не знаю, может быть это все будет приурочено К франшизе, например, пираты Карибского моря Если они сделают какую-то коллаборацию с пиратами Карибского моря То это будет очень круто Реально очень круто То есть они же смогли сделать коллаборацию по Терминатору То есть у них там был и фон профиля с Терминатором И какие-то аватарки, приуроченные к Терминатору Здесь то же самое может быть только по пиратам Карибского моря Но все это дело будет только на Евросервере Мне даже немножко захотелось на Евросервере Учитывая, что вот у них танк действительно красивый в пропуске, а у нас какой-то кусочек говна. Ну и пару танков опять показали, ТЛ-7, мы его уже видели, в принципе тут ничего нового, ТЛ-7 он у нас уже продается на данный момент, а это у нас АМХ Альтпрота 30, тоже в легендарном камуфляже. И еще раз показывают красивейшую бабаху. Ну и на этом все, вот вся информация, которая у нас есть о том, что будет скоро в игре. В принципе ничего нового они нам не рассказали, то есть скоро в игре у нас появится буквально одно событие, которое будет в принципе полудонатным. Появится также возможность получить Т-26 Игл-7, что-то там показали про КС-52 Лиз, возможно тоже опять-таки будет какой-то ивент, но это не точно, это опять-таки просто мои домыслы. Несколько танков переделают в ПБР модель, как обычно это три штуки. И каких-то изменений по ТТХ они не показали, но может быть какие-то изменения по ТТХ тоже будут присутствовать. В конце концов они обещали переработать там некоторые танки, ту же ветку АМХ А-50Б например. И просто несколько легендарных камуфляжей. Да здравствует новый Блиц! А да, еще боевой пропуск показали, боевой пропуск, но это тоже очень важно. То есть боевой пропуск он должен быть как обычная составляющая, то есть он в любом случае бы вышел, потому что разработчики всегда выпускают боевой пропуск. Дальше, переработка танков ПБР модель, тоже обычное дело, то есть всегда перерабатывают несколько танков ПБР модель. Пару этих ивентов показали, это действительно спойлеры, то что можно воспринять за спойлеры. И то что легендарные камуфляжи какие-то ввели, ну это вообще не спойлеры. Блин, легендарные камуфляжи вы и так можете ввести, это просто камуфляжи, это не танки, это тоже не спойлеры. А, еще, кстати, два танка показали, тоже спойлеры, и один уже продается сейчас. Один уже продается сейчас, это ТЛ-7-120. Может открыть пару контейнеров на ТЛ-7-120? Это, конечно, ролик не про него, но почему бы и нет? Почему бы и нет? Давайте за 4000 золота я попробую открыть 3 контейнера. Если выпадет ТЛ-7, то я запишу на него еще ролик прям сегодня. Если не выпадет ТЛ-7, тогда буду ждать ваши реплеи, вы можете скинуть их в Дискорде, вы можете скинуть их в Телеге, у меня там есть пост, есть бот, вот, скидывайте туда, я все это дело рассмотрю и использую ваши реплеи в своем ролике по ТЛ-7. Расскажу, что это за такая машинка. Ну давайте, да, ладно, откроем. На 4000 золота, 3 контейнера, давай ТЛ-7, выпадай, конечно, шиш мне, а не ТЛ-7. 30 подков нужно для того, чтобы собрать полностью ТЛ-7, ну, скорее всего, за 3 контейнера, естественно, нам ничего не упадет. Когда выпадают 3 награды, можно уже не надеяться, ну хоть золото дай, 4000 золота я потратил, верни мне хотя бы тысячонку. Нет, вообще, просто по нулям, просто по нулям, тупо по нулям. Все понятно, замечательная игра, замечательный ТЛ-7, замечательные спойлеры от разработчиков. Всем спасибо, все довольны, подписывайтесь на канал, там ставьте лайки, поддержите меня за то, что я потратил 4000 золота в никуда, просто сдул их как пыль со своих рук. Ну и спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца, мне приятно, что вы оставались со мной. Пока я тут распинался про эти несчастные спойлеры, которые сложно спойлерами назвать. Всем пока!